Завершилась 22-я сессия Псковской городской думы. И, конечно, самым объемным и волнующим вопросом для всех был вопрос, связанный с отчетом главы города Бориса Андреевича Ёлкина. Несмотря на то, что сам отчет по себе был достаточно информативным, у депутатов возникло много вопросов. Задала свои вопросы и я. Поскольку мы уже не один год занимаемся проблематикой зеленого города, то один из вопросов, который был мною задан, это вопрос, связанный с сохранением зеленого пояса Пскова. Так как город Псков – это не только исторический город, где нужно охранять памятники, но гости Пскова очень радуются и с большим удовольствием гуляли по нашим паркам, аллеям. И та ситуация, которая сложилась на сегодняшний день с деревьями, она, конечно, не всех удовлетворяет. Ряд деревьев, срубленные по непонятным причинам, или же посаженные на новых местах, они, собственно говоря, не дают того, что от них ждут, то есть не добавляют горду красоты. И поэтому мой вопрос был связан и с туристической тематикой, поскольку было сказано о том, что увеличился поток, и с удобством и благополучием псковичей. На вопрос, что происходит с посадками на площади Лениной на Октябрьском проспекте, Борис Андреевич ответил, что данные посадки находятся на гарантийном обслуживании, поэтому они будут заменены. Конечно, городская администрация понимает, что лучше сажать большие деревья, чтобы увидеть их красоту, так сказать, еще сегодня, а не только в далекой перспективе. Но это очень недешевая ситуация, и поэтому пока вопрос только ставится, но он не до конца решен. И администрация в лице главы города сказала о том, что вот это взаимодействие с гарантийными обязательствами по посадке деревьев, она упорядочивается на сегодняшний день. Второй вопрос, который был задан, был связан с педагогами псковских школ, так как, конечно, в отчете прозвучало увеличение числа педагогов, пришедших в школу Пскова. В сравнении, если несколько лет назад их было 10, 12, 20, то в 2023 году более 60 человек пришли в псковские школы. Но дело в том, что пришедшие в школу – это еще не работающие учителя, и мы прекрасно понимаем, что многие из них уходят из школы, получив первую зарплату, в лучшем случае отработав один год. Этот вопрос был поставлен администрацией области во время дней Псковской области в Совете Федерации. И те, кто следят за деятельностью нашей администрации, видят, что идея необходимости выравнивания заработных плат, она была там озвучена, и, в принципе, было, ну, пока еще не принято решение, но, во всяком случае, вот эта идея выравнивания заработных плат учителей в регионах с заработным платами учителей крупных городов, она прозвучала. Но мне кажется, что здесь важно не только эти федеральные идеи добиться, чтобы были реализованы, но и предложить педагогам какие-то привлекательные бонусы для того, чтобы они хотели оставаться и работать в городе Пскове. Хотя я соглашусь, что базовой причиной нехватки учителей в городе является именно низкая заработная плата, о чем было сказано и что, собственно говоря, признает администрация города. И они надеются, что этот вопрос будет решен федералами. Но, опять же, повторюсь, я настаиваю на том, что, как и в других крупных городах, к федеральной зарплате должны появиться бонусы, я не знаю, там, в виде льготных ипотек, в виде премий отдельных городских, но таких, чтобы они существенно улучшали качество жизни педагогов. Тогда это будет работать. Не говоря уже о том, что моральная поддержка должна быть очень объемной. Еще один вопрос, который в связи со школами был мною поднят, вопрос связан с учебником по истории края, в частности, по истории города Пскова, так как в 2025-2026 году в школах будет введен специальный предмет «История родного края». И написать учебник за один день – это просто невозможно. И поэтому я и на встрече с Борисом Андреевичем, которая у нас состоялась в мае, и сегодня на сессии поднимала вопрос о необходимости написания такого учебника, так как книги для школьников по истории Пскова, я имею в виду школьников с 5 по 7 класс, в Пскове нет уже более 50 лет. И Борис Андреевич сказал, что да, действительно он осознает, что это значимый вопрос, что решать его надо, и он предполагает, что это решение будет найдено совместно с Комитетом по образованию Псковской области. Каких-то более конкретных ответов по этому поводу я не услышала, но надеюсь, что это действие будет иметь свое продолжение, точнее, эти слова будут иметь свое продолжение действием, потому что год – это очень маленький срок для подобной работы, поскольку учебники, которые должны прийти в школы, ведь проходят еще и федеральную экспертизу, а это тоже процесс небыстрый. Ряд депутатов задали, на мой взгляд, тоже важные вопросы, касающиеся жизни города. В частности, это был вопрос, связанный с тем, что сейчас, вот в весенне-летний период, очень много появилось самокатов и людей на велосипедах. Это очень хорошо, но инфраструктура, дорожная инфраструктура и тротуары под эту историю не рассчитаны практически. Есть только несколько, очень малое количество территорий, где есть велодорожки или возможность у самокатчиков ехать, не задевая пешеходов. Борис Андреевич сказал о том, что задача эта стоит, и в 2024-2025 году, в первую очередь, она будет решаться для тех районов города, где это можно делать, не меняя каким-то образом, серьезным образом, саму дорожную структуру, потому что это, как мы понимаем, очень затратные средства, значит, и они, у города их, во всяком случае, сегодня нет. Также был поднят вопрос о благоустройстве придворовых территорий, и было сказано о том, что приостановлена программа, к сожалению, и поэтому сегодня поднимается вопрос на уровне федерации, чтобы это была федеральная программа, так как городских денег, к сожалению, на то, чтобы придворовые территории сделать на современном уровне, у города Пскова нет, как и у многих городов Российской Федерации, которые, как мы понимаем, находятся в подобной же ситуации, будучи областными центрами. Но насколько это будет реально, пока непонятно. Нужно сказать, что вообще во многом разговор шел на тему сохранения уникального облика города и его уникальной исторической зоны. Я вижу, что городская администрация об этом думает, но, к сожалению, вот такой целостной картины, как это сделать, пока я не вижу. И, конечно, мною был поднят вопрос, правда, это было сделано уже в рамках выступления, связанной с проблемой людей, живущих в общежитиях. Для меня это был, конечно, вопрос дома на труда 32, который очень проблемен. Но мы знаем, что такие же по очень низкому уровню и качеству жизни дома у нас находятся и на Плехановском посаде, и на Рижском проспекте. Борис Андреевич сказал о том, что да, это очень больной вопрос. Не знаю, насколько он связан с тем, что было сказано далее. Поясню. Далее Борис Андреевич сказал, что решать проблему домов, которые уже не пригодны для проживания в этом году и в прошлом, точнее в 23-м году и в 24-м году пытаются с помощью постройки нового жилья и переселения псковичей из разрушающихся домов в эти. И вот он связал вот эти две темы, из чего я поняла, надеюсь, что я поняла правильно, что, может быть, эта программа будет продолжена и на жителей общежития. Этого хотелось бы, потому что, конечно, мы понимаем, очень многие из этих домов категорически непригодны для жилья и никакие косметические ремонты и даже капитальные ремонты качество жизни людей в этих домах не улучшат. И, конечно же, было бы правильно подключить этих жителей, этих несчастных людей, с которыми, вот, например, как с труда 32, мы уже третий год пытаемся к какому-то решению прийти, чтобы этих людей переселили в новые дома. Они за десятилетия жизни в своих вот таких стесненных условиях, на мой взгляд, заслужили жизнь в достойных условиях. В целом, нужно сказать, что сессия прошла в таком достаточно конструктивном ключе и межсессионной, то есть, вот, в перерывах удалось обсудить еще несколько вопросов, которые для нас были важны. В частности, на одной из встреч, точнее, на общественном совете, где говорили о межевании территорий, поднимали вопрос экскурсоводов, которые хотели встретиться с главой или с заместителем главы города в связи с сохранением исторической среды. И вот, уже прошло более двух месяцев, но пока встреча не состоялась, но я переговорила и с главой города, и с его заместителями, и надеюсь, что в ближайшее время эта встреча удастся провести. Экскурсоводы расскажут о тех проблемах, которые они со своей стороны видят в городе, и будет достигнута некая договоренность о совместной работе по достойному представлению города перед туристами. президентin ambos one достигнута в недос頻道 Продолжение следует...